Год 1854 Война может разгореться и в этих местах, ибо русские порты Восточного океана объявлены в осадном положении. Петропавловский порт должен быть готов всегда встретить неприятеля. Я надеюсь, что жители в случае нападения неприятеля не будут оставаться праздными зрителями боя и будут готовы с бодростью, не щадя жизни, противостоять неприятелю и наносить ему возможный вред. Я пребываю в твердой решимости, как бы немногочислен был враг, сделать для защиты порта и чести русского оружия все, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови. Убежден, что флаг Петропавловского порта во всяком случае будет свидетелем подвига в чести и русской доблести. Ура! Польскому рождену на землю! Находим врагу города! Не отступим! Не сомневайся, возитесь в парк! Ура! Спасибо, братцы! Умрем, но город не сдадим. Отправляйте свои семьи из города. Те же, кто способен держать оружие в руках, будут разбиты по командам и распределены на батареи. Господа офицеры, прошу ко мне на совет. В 1854 году ввиду Петропавловского порта показались 4 фрегата, 1 пароход и БРИК, объединенный англо-французской эскадры, вооруженных 212 орудиями с 2,5 тысяч человек на борту. В то время как гарнизон порта состоял всего из 42 офицеров и 879 нижних чинов, включая экипажи кораблей фрегата «Аврора», корвета «Алиутса», военного транспорта «Двина» и местных добровольцев. В систему обороны входили 7 береговых батарей, 68 орудий. Это было в три раза меньше, чем у врага. И тем не менее, враг был разбит. Весть о героической обороне Петропавловского порта облетела весь земной шар. Весь мир был восхищен беззаветным мужеством защитников. Крошечный, затерянный на севере Тихого океана городок, стал на некоторое время центром внимания мировой печати. Газета «Юнайтед Сервис Газет» писал, борт одного только русского фрегата и нескольких батарей оказались непобедимыми перед Соединенной Морской Силой Англии и Франции. И две величайшие державы земного шара были осилены и разбиты небольшим русским поселением. Редактор субтитров А.Семкин